Привет, вы на канале Денису Микрофону. Традиционно по воскресеньям говорим с вами о ряде новостей из общественно-политической жизни Украины. Ну, конечно же, одна из главных новостей это визит госсекретаря США Блинкина. Энтони Блинкин побывал в Киеве. Как ни странно, не встретился с Сергеем Петровичем Думенко. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Хотя обычно госсекретари это делают, наверное, потому что Думенко в это время был где-то в Стамбуле или окрестностях. Кстати, заметили, он куда-то пропал с горизонта. Буквально последняя новость за 5 сентября и все, и тишина, и нигде не видно, где же Сергей Петрович, на каких пляжах, так сказать, отдыхает. Автомашины куплю с магнитофоном. Пошью костюм с отливом. Или Ялт. Или, может быть, в трудах своих каких. Ну, в общем-то, не о нем речь. Мы говорим об Энтони Блинкене, который встречался не только с президентом Украины Владимиром Зеленским, но встречался он и с министром иностранных дел. Дмитрием Кулебой не просто встречался, а даже с ним отобедал в Макдональдсе. Конечно, это было диво-дивное, когда туда зашла и толпа журналистов, и охрана, безусловно, ну и сами Блинкен и Кулеба. Заказ был весьма скромный. Картошечка и пирожок. Пирожок с вишней. Но еще интереснее был разговор, так сказать, за этой скромной трапезой. Это было бы не очень. Да. А, мы не собирали ни качем. Нет, нет, я не могу говорить. Я не могу вам это за моей докторой, но... Я не могу вам это за моей докторой. Но я не могу... Я думаю, что шит миллядов будет что-то, что она будет приглашать с вами. Могу, по крайней мере. Да. Окей. Мы, где я стою в Вашингтоне, мы бывали в Макдональдсе. Кулеба сначала посетовал, что, мол, кетчуп не заказали-то, нужен кетчуп картошечки. На что Блинкин сказал, да все отлично, и вспомнил, как в Вашингтоне, там рядышком, через улицу, так сказать, от него через дорогу, был Макдональдс, в который он ходил, и там были прекрасные завтраки. На что Кулеба рассказал, что вот его еда, сейчас он как бы не может кушать в Макдональдсе, доктор ему не рекомендовал. Но когда-то, и вот просто пирожком может себя побаловать, так сказать, но когда-то это была его любимая похмельная еда. На что Блинкин возразил, мол, но это же было не часто. Кулеба согласился и рассказал, что он любил с похмелья заказать, в общем-то, дабл-чизбургер и большой стакан Кока-Колы. Такой вот интересный опыт, такой интересный рассказ. Я не знаю, насколько это нужно было выносить в СМИ, в общем-то, безусловно, можно найти это видео, вы можете его посмотреть сейчас. When I was a student, my best handover food was actually to go to McDonald's. Well done, I'm sure that was a rare, very rare. Very rare, of course. But I would go to McDonald's and buy double cheeseburger, big Coke, and that would be my handover breakfast. That's never happened to me, so... You guys should get some food while you're here. We've been waiting for you. Is that right? Enjoy. 38. Oh, good, okay. Потом Блинкин предложит журналистам тоже присоединиться и себе купить что-нибудь поесть, но они ответят, что мы уже поели. Все нормально. И просто наблюдают, делают свои фотографии, снимают видео. Потом будет объявлена о новом транше помощи от Соединенных Штатов в Украине. Ну, а дальше вы все знаете. Николай Тищенко, один из народных депутатов, тот самый, которого дразнят Коля Котлета или Коля Таиланд сейчас, в общем-то человек неординарный, интересный, который успел поработать в свое время и телеведущим, и владелец этих ресторанов, как минимум одного известного. И, в общем-то, народный депутат, который несколько скандальный, так скажем, заявил, что он, в общем-то, не очень рад тому, что могут открыться какие-то реестры. Мы знаем, что откроются они через год, голосов не хватило, чтобы это решение продавить, и, в общем-то, Тищенко, вероятно, как раз один из тех, кто голосовал против, и у него есть аргументы по этому поводу. И, в общем-то, если это будет в открытом доступе, то кто-то может это использовать на пользу против государства Украины. Но если будет требования, например, вот вам нужно будет декларироваться, вы скажете, я хочу, чтобы моя декларация была открыта, пожалуйста, открывайте, вас никто в этом не перекрывает. Понятно? Так, 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 естественно, я понял. Потому что все, хочу еще раз додать, что все, что сегодня раздумывается, это просто провокация. Не больше, не меньше. Безусловно, именно российскую разведку какие-то спецслужбы интересует декларация Тищенко, интересует, чем же он живет, за какой счет харчуется, как ездит в этот самый талант, и вообще, что же там в декларацию Тищенко записаны, какие личные данные, о которых, наверное, ну, совершенно никто не знает. Но все это смешно. Понятно, что даже находят что-то в декларациях, это вызывает какой-то шум, это вызывает какое-то такое бурление на 2-3-4 дня, а потом все обо всем благополучно забывают, к сожалению. Но все равно это бы демонстрировало хоть какие-то шаги, какую-то открытость общества, давало бы возможность гражданскому обществу наблюдать за имуществом, иногда очень-очень разрастающимся ряда депутатов, ряда каких-то государственных чиновников. Показывало бы реальную картину, кому, так сказать, в Украине жить хорошо. Ну, такие как Тищенко против, причем находят для этого, ну, совершенно смешные, дурацкие оправдания. И я так себе представляю, что какие-нибудь спецслужбы, ну, точно отслеживают, как же он там в Таиланде-то отдыхал, откуда тратил, откуда бралось, дебет с кредитом сходятся или нет. Или, может быть, все-таки не на свои кровные, не на зарплату депутатскую, которая не столь велика. Хотя, на самом деле, любому обычному человеку ее бы хватило за глаза, но они же небожители, они же особенные. Ну, и мы понимаем, что, судя по всему, все идет, ну, уже было заявлено, да, что могут быть выборы, и выборы могут быть в 2024 году. Так что, быть может, мы в преддверии, в преддверии очередной новой предвыборной кампании, одни или будут двое выборов, непонятно совершенно, будут президентские или президентские и парламентские. Ну, понятно, что должна быть определенная сменяемость власти, и уже и военные действия вроде бы не помеха, потому что, как бы, люди имеют право выбирать. И много-много вопросов пока с выборами, как быть с солдатами, может быть, какие-то дистанционные моменты, как быть с жителями той территории, которая оккупирована, вот что вообще, как это будет происходить. Но, судя по всему, сигнал получен, курс дан, ну и, в общем-то, много совпадений. Тут же Блинкин, как я говорил, и арест Коломойского, и много всего. Так что следить, попробовать что-то, не пропустить очень-очень непросто, потому подпишитесь на канал, Денис у микрофона. А мы с вами посмотрим на новости международные. Папу римского Франциска посетил никто иной, как Сильвестр Сталлоне, и он не придумал ничего лучше, чем приветствия папу стать боксерскую стойку и показать такую свою готовность побоксировать, мол, давай, сразимся, побоксируем. Папа, безусловно, не стал боксировать с Сильвестром Сталлоне, просто сказал, что он тоже из тех, кто рос на его фильмах. Такое даже себе могут позволить, такие вот неординарные шаги. Ну и согласитесь, Сильвестр Сталлоне, ну, похоже, совершенно в своем репертуаре. Даже возле папы римского он хочет быть Рокки или Рэмбо. Я не знаю, кто там ему ближе, кто там ему по душе. Ну а мы продолжаем с вами следить за новостями. К сожалению, картина становится все грустнее. К сожалению, поводов для радости совершенно немного, но нужно учиться смотреть на какие-то вещи с юмором, а самое главное делать правильные выводы, ведь с этим всегда, к сожалению, проблема. Подписывайтесь на канал Денису Микрофона, поддержите канал, поделитесь ссылками на видео и до скорой встречи. Денису Микрофона